Мы с вами, друзья, находимся на Нойерплац, в главная площадь небольшого городка, вот там колокола оттуда бьют, небольшого городка, курортного Аклаген, и мы здесь, наверное, заночуем, так, план такой был, а до того, и может быть с утра, так, поснимаем, покажем вам этот городок, он как раз, в принципе, стоит вот на этом озере, Бёрстерзе, которое мы посмотрели пару минут назад, я делаю такой обзорный сюжет о площади, вот так мы ее посмотрели, вот у нас пешеходная зона, это улица Крамаргасы, и мы по ней сейчас пойдем погуляем, сегодня среда, я хочу вам напомнить, рабочий день, в принципе, но еще раз, городок туристический достаточно, вот, книги, открытки, кафе, закусочки, там, неплохо, конечно, покушать-то, что же, снабжение хорошее, да, грех жаловаться, красиво здесь, очень приятно, в отличие от Италии, где некоторая обшарпанность фасада является нормой, Австрия все-таки в немецкой традиции находится, и здесь вылизывает фасад, он был чистенький, должен быть красивенький. Не только у нас в Америке народ татуированный, на самом деле и в Италии очень много людей было с татуировками. Посреди площади такое возвышенница с медальонами, с гербами разных городов. Это моя догадка, я не могу сказать, что я так точно знаю, но так мне кажется. Молодой человек на таком нетривиальном инструменте играет на улице, никогда такого не видел. Девчонки молодые, с велосипедом на каблучках, хорошо. Это у нас Алтерплакс. Так, Миш, расскажи, каким образом выбрал ты этот город для посещения, какие предшествовали шаги? Наша база в Италии, это был ближайший исторический провинциальный город. Откуда мы знаем, что он исторический провинциальный? Он основан где-то тысячу лет назад. Это говорит о том, что на этом месте какой-то местный фермер убил страшного дракона. И памятник ему стоит на главной площади. Так. Город спасли во время войны в 45-м году от югославских партизан британские войска. А партизаны что-то хотели с ним нахорошее сделать? Партизаны хотели присоединить этот город к Югославии. 8 мая они зашли в этот город. Так. В общем, дали хорошо прикурить местному населению. Но случайно местному населению повезло. За 3-4 часа до прихода югославской партизанской дивизии зашла рота британцев. Так. Капитану этой роты удалось говорить югославам остановиться. Он понимал, что это временно. Да. Как дело шло к ночи. Югославы были хорошо выпившие. Да. Капитану удалось связаться с проходившим мимо американским батальоном. Танцером. Они зашли сюда тоже как подкрепление англичан. Ну, в общем, югославу удалось уговорить и как-то выдвинуть из города. Так. Принузить к миру. Да. Поэтому здесь много площадей и улиц в честь американских и британских офицеров, так как они спасли город. Ага. То есть город не хотел быть под югославскими партизанами? У югославов был хороший резонт, дать немцам прикурить местным. А, я понял. То есть это враждебная оккупация? Враждебная оккупация. Скажем, любви особо у них не было. Понял. То есть они боялись югославов больше, чем американцев англичан. Девочка слушает хороший голос. Уличная торговля. Из магазинов выносят реки на колесиках. Вот они так стоят. Симпатично, красиво. И еще одно. Девочка слушает. И еще одно. И еще одно. И еще одно. И еще одно. Так, друзья, мы имеем заведение для выпить-закусить, парковку для мотороллеров, столики для выпить-закусить, и вот такое учреждение религиозного плана, вот туда несут, учреждение религиозного плана несут подносик, вот, и вот оно с часами, красиво, так, очень трогательно. Надо сказать, что вообще здесь много девочек симпатичных, таких хорошеньких, одетых хорошо, модно. Да, кресло интересно с овечьей шкуркой, да. Вообще вся центральная площадь как бы в такую кафешку превращена. Вот еще дворик такой, даже не знаю, как сказать, площадью не назовешь. Такой дворик. Естественно, тут люди кушают и выпивают. А здесь вот такой помост соорудили, и, наверное, какие-то развлечения должны происходить, народное гуляние. А вот еще, друзья, одно от Вичастри, от Италии. Здесь много пива разного. И вот мы зашли тут в буфетик, и тут у них восемь сортов вот этого гёсера. И сейчас нам вот, вот этого поднесут, вот этого. Я покажу живьем тоже. Этот напиток сейчас Миша будет дегустировать. Давай, Миша. И скажи, что оно впечатляет. Да, и поделись. Густое, нефильтрированное, имеет кислотую. Хороший. И градус тоже. Так, Светик. Пожалуйста, направьте на меня камеру. Называется оно... В общем, Агустина. Амброзия. Натурально отгрозит. Возвращает к жизни. И дает много сил. Мне нравятся цветочки вот здесь. Где мы сидим в кафешечке. Тут был, видимо, перерыв обеденный. И сидели еще какие-то люди. А так сейчас ничего нет. Только цветочки. Вот и мы. Мы продолжаем гулять по городу. Собственно, вся идея нашей поездки была в том, чтобы походить по улицам такого городка. Австрийского. Средневекового. Современного. Одновременно с этим. И не насыщенного туристами. А так по чуть-чуть. Здесь нет автобусов, которые привозят людей. Там один за одним. Такого нет. Вот такой пассаж. Подворотня. И мы идем внутрь. И здесь магазины. Вообще такая хорошая комбинация старины и современности. Материальная контора. Так. Слушай, это что, колонка водяная? Да, да, да. Они были от 3 до 5. Попробуй. Не работает. Не работает. Вот должна была работать. Можешь посмотреть. Там вода есть. А вода уже будет не видать. Нет, воды не видать. Это колонка настоящая. Настоящая? То есть работает? Работала. Ага. Да. Так чего у нас? Такие апартамеры строились в Риме. То есть, похоже на римский апартамент. ОК. Шли мы шли по этой галерейке. Тут вот магазин с пирожными. Девочки, зайдите гляньте на пирожные. Вот. А пока они смотрят на пирожные, мы посмотрим вот еще на эту пласку маленькую. Пирожные. Просто улочки. Очень гляньте. Наши киевские девушки любят с детства, любят пирожные. Весь городок как-то очень органично состоит из таких маленьких, ну, даже не знаю, плазы и не назовешь. Ну, вот двориков. Вот раз дворик, два дворика. Они как-то переходят один в другой. И действительно вот, получается, как бы один ресторанчик или там каптошечка натурально переходит в другой. Потому что... А тут еще и отель у нас, да? Отель Мозер. Вот он, этот отель. Вот отсюда хорошо видно. Мозер. Бердино. Красиво. А если я еще покажу, что там дальше по улице, вам еще больше понравится. Смотрите. Вот такая улочка. Милый, очень милый город. Смотрите, как тут все. А вот здесь, остается сразу понятно, что немецкий язык от русского почти не отличается. Разве что чуть-чуть.